Масштабный концерт с танцами драконов, фольклорными песнями и аукцион предметов искусства, сделанных своими руками. В Шанхайской международной школе Веллингтон накануне зимних каникул с размахом отметили грядущий праздник весны. Наши корреспонденты пообщались с юными артистами и их родителями. Танцевать этих ярких драконов заставили 20 учеников 6 класса Шанхайской международной школы Веллингтон. Красочный номер открыл концерт в честь праздника весны. Выступали с удовольствием, признаются юные артисты, но искусство потребовало немалых жертв. Дракон тяжелый, и мы должны были держать его по мгновыми палками. Репетировали две недели, было очень забавно. Акцент в концертной программе на традиционных китайских песнях и танцах. Репетировали каждый день, заодно и об истории праздника узнали, и китайский подтянули. Самым сложным было не забыть и не перепутать китайские слова в песне. Я знаю, что празднование проводится из-за чудовища по прозвищу «Нянь». Люди одеваются в красное и взрывают петарду, чтобы отпугнуть и прогнать его. Обычно мы отмечаем праздник весны у моего друга в Пекине. Мы украшаем дом, веселимся и запускаем фейерверки. Всего в концерте участвовали более 600 школьников. У каждого своя роль в новогоднем представлении. Родители довольны. Подобные шоу хорошо дополняют учебный процесс. Моя дочь продолжает изучать китайский, и пока уровень языка у нее не слишком высок. Участие в подобных представлениях подогревает детский интерес к китайской культуре. В рамках празднования в школе также организовали благотворительный аукцион предметов искусства, сделанных руками учеников. По итогам торгов выручили 56 тысяч юаней. Деньги пошли на помощь детям из бедных семей в разных уголках Китая. Игорь Злотников, Алексей Канн, CCTV. Субтитры создавал DimaTorzok